Момент, который нам тоже часто приводит в критическом плане, что почему вы все время говорите про реабилитацию и ресоциализацию, когда надо говорить про первичную профилактику, легче предотвратить, чем потом человека спасать. На что мы тоже говорим. Но вы понимаете, что люди, наркозависимые, употребляющие наркотики, это мощнейший фактор наркотизации населения. В целом, если мы с этим не будем работать, то никак здесь не переломим. Но нам тоже говорят, что тут ваша точка зрения малопрофессиональная и так далее. Я специально с этого начал. Можно для того, чтобы как-то... Я попробую объяснить, откуда берется эта точка зрения. А сейчас я как раз хотел, поскольку здесь записан уже и как докладчик, Данилий Александрович, нарколог известный, и медийные даже фигуры его, в общем-то, и в средствах массовой информации появляющиеся. У него записана тема, как проблемы и тупики государственной наркологии. Но я немножко пошире, наверное, сформулировал. А я думаю, что мы предоставим ему слово. Может быть, он ответит на часть тех вопросов, которые я поставил. Ну и, соответственно, новый поставит перед нами. Ну, кто-то знает, кто я такой, кто-то не знает. На самом деле, вот Евгений Алексеевич Брюн во времена наших хороших взаимоотношений как-то назвал меня внутренним иммигрантом. Поэтому, конечно, знают меня не все. Я два слова расскажу. Я 30 лет проработал в 17-й больнице. 25 лет из них заведовал отделением. Сегодня ровно неделя, как я фактически уволен. Меня сократили. У меня было реабилитационное отделение. Это мои пострадавшие сотрудники. Ну, сократили меня по причине критики, которую я высказывал. В общем, только в сети YouTube, на самом деле. Но это одна сторона только моей жизни. На самом деле, стороны эти две. Потому что по вечерам, вот уже ровно 10 лет, меня сократили замечательно, потому что 12 ноября у меня 10 лет радиопередачи, которую я веду на Радио России. И которые, ну, многие ваши пациенты слушают. И 14 ноября 25 лет, как я заведую отделением. Поэтому меня сократили точно 13-го. Очень удачно. Меня это даже радует отчасти. Надеюсь, что... Я, вы знаете, что хочу? Я хочу, да. И кроме того, ну, в конце 90-х годов я написал первую с женой, часть с женой, часть 1. Первую такую антинаркотическую серию книг о наркотиках. Там была книжка «Как спасти детей от наркотиков». Там были книжки «Героин», «Марихуана», «Кокаин», «Первитин». Актуальные тогда наркотики. Читают их тоже до сих пор. Вышла и книжка ЛСД. Она делала много шума. Теперь эта книжка есть продажа, но заканчивается. Продали очередные 10 тысяч. Называется она «Человек-зависимый». Теперь я специально не стал писать «Аддиктивус», а написал «Зервус». Чтобы дать понять, что это необязательная точка зрения. И неофициальная. Ну вот, программа моя абсолютно сознательно позиционируется как программа психотерапевта в прямом эфире. И занимаюсь я там самыми разными вопросами. Сегодня вечером мы будем говорить о том, что такое терпимость. В следующую среду о том, что такое комфортность. И кое-еще о каких видах я потом расскажу. Потому что они вам всем могут пригодиться. А после той наркотической серии, я еще написал десяток книг. Все они могут являться для вас практическими пособиями по реабилитационной работе. Совершенно необязательными. Никакого инструктажа. Если позволите, я чуть позже это дело прокомментирую и объясню, про что я. Ладно? Значит, соответственно, у программы есть большой сайт. Там есть все наши видео. Там есть видео очень разного свойства. В том числе и посвященные зависимости. Но вообще, это видео психотерапевта, как сейчас говорят, в первую очередь, экзистенциальная ориентация. Я именно так ориентирован, как психотерапевт. Вот. Так что я, мы, мы вот с Юлией Евгеньевной последний месяц работаем в государственной наркологии. Но пока работаем. Поэтому можем, наверное, отвечать на вопросы. Я попробую, давайте, мне кажется, здесь есть путаница буквально в трех соснах. И я попробую объяснить, что происходит. С моей точки зрения, субъективной. Может быть, вам это просто будет полезно понимать. Ладно? Первое. Государственная наркология была создана, как последний вариант советских трудовых лагерей. Она была изначально принудительной по своему смыслу. И это тогда, в те годы, я пришел в нее, в 83-м году, у меня долго выпадали шары из глаз от того, что это все называлось медициной. Ну, многие знают, наверное, наши больные в три смены работали на ЗИЛе. И это в совокупности называлось лечением. Но, как ни странно, на тот момент было абсолютно оправдано. И оправдано в первую очередь потому, что существовало право на труд в Конституции и статья уголовная от Университета. И, в общем, чем плодить уголовников в те годы из пьющих, безработных, шляющихся по улицам, ну, или фактически безработных, да? В общем, даже был некоторый резон поступать именно так. Я сейчас подчеркиваю, я не про ЛТП, это отдельная система МВД, вы знаете, а про то, что представляла собой наркология изначально. Я хочу вам сказать, что, чтобы не читать лекцию, я могу на любые вопросы ответить, потому что я прошел через всю наркологию. Я могу вам сказать, что, в общем, психология врача, в первую очередь врача, да, я не про начальство, ни на йоту не изменилась. Врач отчасти справедливый, считает, что ему должны предоставить больного и заставить его лечиться. Все странные слова, которые произносят наркологи, исходят из одной, тоже не менее странной вещи, во многом чисто отечественной. это представление о шизофрении Андрея Владимировича Снежневского фактически, как и едином психозе. Ну, надо сказать, что в группу шизофрении с годами у нас занесли все абсолютно. Кипанические атаки, даже в некоторых случаях, некоторые формы отчетливой эпилепсии. И вы очень удивитесь, но даже если находят органические изменения мозга на энцефалограмме, то в НИИ психического здоровья вам скажут, видите, тут же есть изменения органические, значит, это шизофрения. Ну, это психиатры понимают, что это откровенный бред, потому что либо шизофрения, либо есть органические изменения. И опять, все это связано с желанием организовать наркологию по принудительному принципу. Это желание, в общем, должно быть во многом знакомо и каждому из вас. Очень хочется иногда. Поэтому Евгений Алексеевич Брюн, собственно говоря, пропихивает ничем не обоснованную и не как бы разнесенную в пух и прах теорию зависимости любых, как третьего эндогенного заболевания или бредового психоза. Я хочу, чтобы вы понимали, зачем это нужно, потому что именно из этого исходит целый ряд слов, которые вы слышите. Вот на совещаниях и так далее. Суть всего-навсего заключается все в той же самой принудительности. Если больной, если человек зависимый страдает психозом, то он не контролирует себя. Значит, его должны контролировать другие, в первую очередь, конечно, психиатры и наркологи. Вот очень кратко вся суть борьбы. Скептические улыбочки, которые относятся к вам и к нам тоже, потому что, ну вот, я же тоже пытался реабилитацией заниматься. Хотя, ну, в общем, в условиях государственной клиники. Сейчас объясню, почему. Не по вине, отнюдь не по вине начальства. Это невозможно. Я пытаюсь объяснить, что суть-то на самом деле сводится только к одному. На вас щурят глазки, потому что, ну, как же, да это же больные, бредовые, с психозами. А вы хотите их реабилитировать? На что я сейчас уже не могу, так сказать, уверен. Вот в начале 90-х годов, в середине 90-х годов я всегда говорил, ну, вы знаете, господа, даже если брать земляничные поляны, ЛСД с психозами, с моделями психозов, эпидемию героина в среде хиппи, которая выкосила половину хиппи, то если бы вы в конце 90-х годов, сейчас, может, поколение сменилось, пришли бы в американский парламент, они об этом откровенно говорили и писали, то половина парламента вспоминала бы те молодые годы на земляничных полянах с травкой, ЛСД и напиатами. В чем же дело? И я тоже хочу, чтобы вы это понимали, потому что говорить об этом негде. Трибуны, ну, да, вот какой-то официальной трибуны у меня нет, и теперь неизвестно, будет ли она. Ну, трибуна журналистов останется, конечно, и писать, говорить я буду, и вам буду помогать, если захотите, всячески, но я хочу, чтобы те, кто отвечает за эту работу, поняли, что происходит. На самом деле, в общем, это называется разными словами, но весь мир, ну, я не имею в виду, там, скажем, споры в психиатрии ЮАР, и даже там, я могу исключить, скажем, психиатрию Чехии, ну, в общем, есть исключения, но в подавляющем большинстве случаев вся наша проблема входит в понятие культурально обусловленного невроза навязчивых состояний или навязчивого развития. Сегодня в МКБ-10 нет такого понятия, и вместо него существует понятие обсессивно-компульсивный синдром или обсессивно-компульсивный невроз. Но, тем не менее, это понятие отчасти тоже нам годится. В чем проблема? Ну, например, проблема сложная, потому что, на самом деле, когда мы говорим о навязчивых состояниях, то мы говорим фактически о способах человеческой самоидентификации. Ну, чтобы было понятно, поле, которое открывается при этом, ну, скажем, все, что написал Фрейд, по его собственному мнению, написано о навязчивости. То есть, он считал, что он занимается исключительно этим неврозом. Следом за ним то же самое утверждал и Юнг. И, в общем, вся мировая психология, весь психоанализ, вся экзистенциальная психиатрия возникла на изучении вот этого самого невроза навязчивых состояний. Что такое невроз навязчивых состояний? Не буду сейчас, потому что об этом нужно говорить и писать серьезно, потому что вот этой вот шизофренологии псевдо надо что-то противопоставлять для того, чтобы у вас, в первую очередь, господа, у вас была база для ответов на подобные вопросы. Потому что если мы говорим о Фрейде, о синдроме навязчивых состояний, то мы уходим от клиники психозов, где можно лечить исключительно нейролептиками, к проблеме воспитания. Ну, если хотите, психотерапию. Потому что те самые парламентарии американских 90-х годов на самом деле смогли найти разные способы перевоспитания. Два слова тоже об этом чуть позже скажем. Я хочу вам сказать, что если четко понятная причина, по которой мы никак не все-все хотим, пытаемся объявить это психоза. и эту причину, если вы по-хорошему правда думаете на наши темы, вы тоже должны понимать. И понимаете, каждый из вас, и я, страдаю массой навязчивости на самом деле и массой зависимости. Сейчас я расстанусь, Юлия Евгеньевна, и буду плакать, потому что мой помощник психолог, как я без нее теперь буду работать, не знаю. Вот разве что Ставра заберет на парку, вот там что-нибудь сделано. Я хочу сказать, что понимаете, наша психиатрия и наркология и вообще какие-то такие всякие инстанции исходят из размышлений о том, что человек может жить только одним рациональным сознанием или только одним прагматическим разумом. А больше ему ничего не нужно. Откуда взялось понятие бессознательного? Да, потому что человек в жизни вообще очень мало пользуется рациональным разумом. В основном все решения мы принимаем иррационально. И если мы сейчас начнем обсуждать, как же мы оказались в этой нашей безнадежной ситуации, то выяснится, что большинство из нас оказалось тут вполне иррациональным путем. А не по трезвому и здравому размышлению. Поскольку если даже вы пришли в реабилитологию через энтузиазм, то само это слово и вот Валентина Дмитриевна, которая культуролог, она не даст соврать, само это слово у Платона обозначало дух, поддержимость духом, энтузиазмом. Абсолютно иррациональное начало. Я это к чему? Я к тому, что когда человек испытывает пустоту, экзистенциальный вакуум, неудовлетворенный жизнью, неспособность к самопознанию, все это компенсируется его бессознательными, каким-то иррациональными свойствами нашего разума. И все знают, что они существуют. Ну, если мы устали от размышлений на работе, то сейчас даже уже скоро будет опасно признавать опасно, что мы придем домой, выпьем рюмку хорошего коньяка или выкурим трубочку, например. Ужас! Ужас! Но, тем не менее, без этого человек не может жить, потому что без этого он начинает тихо сходить с ума. Разум, сознание компенсируется бессознательным. Это очень просто. На самом деле, это очень подробно описывал Эйфрейд и Юнг. У Юнга, например, он говорит, что да, в душе каждой женщины есть образ мужчины. Он называется анимус у Юнга. А в душе каждого мужчины образ женщины. Она называется аниму. Они нужны для компенсации по той простой причине, что если их не будет, то мужчина не сможет общаться с женщиной. Это будут два совершенно разные вселенные. Для того, чтобы общаться с женщиной, мне нужно иметь образ женщины у себя в душе. Этот образ иррационален, потому что я мужчина. Вот когда иррациональное начало запрещается, и это в общем не мной придуманный факт, в мире появляются иррациональные химические всевозможные вещества или иррациональные занятия. Их, между прочим, очень много, не только выпивка, коллекционирование марок, как и любое коллекционирование, вполне иррационально и неразумно. Влюбленность это приступ безумия несомненно. И она абсолютно иррациональна и никогда не соответствует законам общества. Ну, никогда. Вот если мы как бы признаем существование такой необходимости в иррациональных особых состояниях сознания у человека, вот тогда мы получаем наркологию. Почему? Я попробовал, к сожалению, я привез пару книжек, но я не смогу вам подарить, бо у меня остался один экземпляр. Я его оставлю за Юрию Васильевичу, если позволить. Конечно. Вот. Вот во втором издании «Отружение книжки про МСД» есть вот такая табличка, где я попробовал, пользуясь пирамидой Маслоу, знаменитой, как бы описать следующую вещь. Любой наркотик – это попытка подмены определенного иррационального эмоционального состояния, которое необходимо человеку. Ну, например, я не буду все рассказывать, я расскажу, что, скажем, героин и приход героиновый – это вне всякого сомнения инфантильная модель оргазма. Ну, вспомните, кто имел опыт, кто слышал. Теплая волна разливается по телу, расслабляя мышцы, потом начинает отходить или отползать разум. Как бы, ну, это же инфантильный оргазм. Поэтому героиновые наркоманы не нуждаются в сексе. у них часто есть партнеры, они нуждаются в дружбе, в любви, но без сексуальных отношений обходят совершенно спокойно. Вы это знаете. Марихуана заменитель или подмена, симулятор общения. Общение доставляет нам тоже вполне иррациональное удовольствие. Мы же не только по делу общаемся. Правда? У нас есть некоторый момент душевного обмена. Марихуана, как вы знаете, наркотик групповой, коллективный. И в одиночку хорошие голландские шишки курить опасно. Я имею ввиду гашиш, потому что бывают плохие трипы. Не очень часто, но бывают. В одиночку гашиш способен вызывать тревогу, ощущение нехватки чего-то и всякие разные импульсивные поступки. Почему? Потому что гашишу нужен партнер. Это подмена общения. Народ собирается в тусовку, он собирается в тусовку, скажем, абсолютно сегодня по внешнему виду. Я когда-то поражался все. Для меня человека, когда-то близкого к среде хиппи, никогда не было в системе, просто друзей было много. Как бы было удивительно, что, например, какие-нибудь готы, представляете, готикой занимаются средневековые, тайны соборов, вообще. На самом деле ничем не занимаются, это только внешняя форма. Прикид, внешний вид. Ну, вот они собираются в тусовку, и им нужно как-то общаться. А вы знаете, господа, без алкоголя и марихуаны этого не получится. Они не знают, о чем говорить. Они не умеют искать внутренний смысл этих даже самых своих одежд или этой самой своей музыки. Заполняется пустота, и марихуана дает ощущение, что мы замечательно тепло пообщались. Хотя, кроме двух-трех глупостей, мы могли не сказать друг другу ни слова. Могли и вообще на все. Я прошу прощения для тех, кто все это знает, может, я уже наскучил. Я пытаюсь объяснить, что первое, что нужно все-таки реабилитологам, я в этом убежден, это понятная психологическая концепция пропаганды. Вот то, что я сейчас рассказываю, на мой взгляд, это понятный метод пропаганды, который, кстати говоря, позволяет очень о многих вещах говорить, потому что из нашей культуры исчезло самопознание. И в наших реабилитационных центрах, как мне кажется, вполне может оказываться помощь не только лицам с химической зависимостью, чем больше это мое субъективное мнение. Вы способы и виды своей психологической помощи будете расширять. Чем меньше вы будете говорить только о наркоманах, тем больше людей к вам абсолютно свободно, добровольно, бесплатно или платно будет обращаться. Опыт в этом отношении есть колоссальный. Вы берете любой психологический, семейный, психотерапевтический центр, спрашиваете их, они вам говорят, к нам полным-полно идет наркоману. Я объясню, почему. Мы же их не спрашиваем, врачи. Вы, я надеюсь, спрашиваете, но надеюсь. Но на самом деле, если их спросить, то выяснится, что больными алкоголизмом или наркоманией они себя считать не готовы. Мы называем это анозагнозией. но на самом деле они готовы считать себя людьми с психологическими проблемами и даже с неврозами. Психологический тупик, да, бессмысленность жизни, да, неудовлетворенность мамой, работой и всем, чем женой, да, наркоман, нет. почему? Ну, это же очевидная вещь. Ну, действительно, я полностью согласен с Ивановым и, в общем, понимаете, ну, мало того, что принудительная наркология сейчас не актуальна. Я надеюсь, что все-таки никто не допустит такого нарушения Конституции. И потом, понимаете, это становится смертельно опасным по той простой причине, что как бы, видите, смотрите, даже я уже расширяю понятие. Я делаю это спокойно, потому что я говорю о психологии. О психологии самоидентификации. Да. Грубо говоря, если я люблю автомобили, я автомобилист. Это вид зависимости. Если я люблю женщин, я бабник. это вид зависимости. Но на самом деле, это я сам себя так определяю. Ни автомобиль, ни женщины в этом не виноваты. Это я так нахожу свои иррациональные удовольствия. Для того, чтобы вам это рассказать, нужно очень много времени, и я попробую объяснить только вот что. Первое. Нужна опираться на какую-то единую психологическую теорию. Я не могу сказать, что вот она должна быть теорией Данилина. Боже, меня упаси. Я просто могу помочь в этом, как, наверное, и другие эксперты. Мы все должны что-то противопоставить. На самом деле, не государственной наркологии, а вот этим смешкам и этой позиции. Это все шизофрения. Или третий эндогенный психоз. Она и позволяет издеваться. Есть государственная наркология, с моей точки зрения, действительно давным-давно умерла. Ну, она мертвая совершенно труд. По той простой причине, что она была выделена из психиатрии, собственно говоря, именно с целью осуществления принудительной помощи. Как только она принудительной помощи лишается, она остается системой купирования запоев, которая не в состоянии заполнить свои койки. Почему? Да потому же, потому что это десоциализирующее лечение, так называемое, правда? И обращается в него практически десоциализированные элементы и только. А люди, которые желают сохранить какую-то социальность, наркологию не идут и идти не будут до тех пор, пока она не станет центром психологической помощи. Вы знаете, американцы в тех же 60-х годах, чтобы вы понимали. Они когда, уж простите, у нас не модно очень говорить об американцах, но значит, эпидемия же была, ЛСД, эпидемия психозов, связанных с ЛСД, хиппи уничтожались героином, а не надо забывать, что это были элитные дети, это были дети из элитных семей, в основном, то есть, кто-то обеспечивал им эту жизнь на земляничных полях. И знаете, что они сделали? Они никакой наркологии открывать не стали. Они создали сеть центров, которые они назвали антикризисными. Это были амбулаторные центры, которые помогали человеку выбираться из кризиса внутреннего, смыслового, семейного, любого. В основном в эти центры, как было абсолютно точно просчитано, пришли наркоманы, и эти центры помогли. К середине 70-х годов они стали ненужны и закрылись. Поскольку наркоман, еще раз повторяю, готов понимать себя, как человека, находящегося в кризисе, не всякого сомнения, только не как наркоман. поэтому мы должны в названиях максимально я понимаю, что тут есть сложности, связанные с другими вещами, но на самом деле это сложности обсуждаемы. Мы должны в названиях и в задачах максимально уходить в сторону кризиса. На самом деле, кроме психологической, какой-то понятной теории, которая дает возможность спорить. Поскольку за этим спором более чем солидные имена. На самом деле, в сущности, вся западная психиатрия современная. у нас же задача какая? Мы же должны отличаться от планеты всей. Поэтому у нас это будет третья эндогенная болезнь. эфира. Сейчас я последние два слова скажу. Я их уже говорил. Те, кто видел видео, я еще раз их повторю. Но я хочу сказать, что нужны две вещи. На мой взгляд. Вещь первая. Это вот думать даже не столько о названиях. Да, я не знаю, чем плохо название здоровое поколение, скажем. да ничем. Сколько вот в расшифровке целей и задач. Там помощь в преодолении жизненного кризиса, психологического кризиса, личной несостоятельности, потери смысла жизни. Вот чего нужно делать для того, чтобы обращение возрастало и появлялась какая-то мотивировка. Я могу только на эту тему вариант говорить час. Но я просто хочу, чтобы вы поняли в каком направлении я предлагаю мыслить. Вот главное. Второе. Я категорически считаю, что это уже вам, уважаемые господа, и тоже понадобится, конечно, мы примем в этом участие, даже не вопрос. Нужно сделать какой-то единый центрик реабилитационного образования. потому что работать и с больными, то есть, извините, с клиентами, и с начальством, не нашим, а медицинским. Нужно учиться эффективно. Мы крайне неэффективны, потому что мы работаем на энтузиазме. А это, кроме всего прочего, демон. Я имею в виду конкретные, ну пусть недельные, двухнедельные циклы психологических практик. Во всем мире это называется волонтерским фасилитаторством, подготовкой фасилитаторов, который умеет психологически работать с проблемой. Очень сильно не хватает профессионализма. социальным работникам, педагогам, воспитателям необходим какой-то общий маленький центрик вот такого образования. И вовсе опять не обязательно. Естественно, я не только про себя. У меня просто есть некоторое преподавание этих методик, и это вовсе не сложно, поверьте мне. Ну, не сложно. Тем более, что нас сейчас с вами ждет, я просто, у меня волосы дыбом на самом деле стоят, потому что мне вчера звонил, как я понял, вполне состоятельный отечественный джентльмен из Чехии, у которого в Чехии, в Праге, в результате школьного тестирования он там подцапался с учителем за то, что его объявили чуть ли не наркоманом, его отправили в психбольницу, два года, значит, прокололи нашими славными лекарствами, и он в общем сейчас ходит и говорит плохо. Я хочу сказать, что вообще на самом деле нас ждет большая национальная беда, с моей точки зрения, это беда. Беда, потому что дети, которые будут заподозрены, никто не собирается тестировать на наркотики, дети, которые будут заподозрены в зависимости, пойдут на лечение психоактивными веществами. Я имею в виду опять то же самое. Но, понимаете, господа, вот если не вы как-то будете объяснять и своему правительству, я имею в виду региональному, и нашему, как бы, что эта проблема в первую очередь психологическая, то мы ведь с вами можем получить через несколько лет буквально на наших глазах эпидемию узаконенной наркомании, потому что назначенный без показаний нейролептик, и вот вы, наверное, все с этим сталкивались, и это проблема номер три. Мы должны учиться правильно и грамотно, видите, сколько я давлю научиться, снимать лекарства. Я не надоел, все, я могу заканчивать. Вообще говоря, я считаю, что вот между лекарствами, которые назначает государственная наркология, и реабилитационным центром опять должна стоять некая амбулатория, ни в коем случае не стационар, поликлиника, в которой можно провести дополнительное обследование, снять лекарства и потом уже отправить в реабилитационный центр, или рекомендовать реабилитационному центру, как это сделать. тут есть довольно много всяких вещей, но я считаю, что вот такая амбулатория для решения спорных проблем, она могла бы быть как раз тем самым переходным звеном между государственной наркологией и реабилитационными центрами. Вот главным образом это все хочу сказать еще несколько вещей, может быть, они вам пригодятся. Первое. Программа, которую я веду на радио, называется «Серебряная нить». Это программа, в которой идут в том числе целиковые психотерапевтические реабилитационные программы, ориентированные, конечно, не на это мой собственный, это моя собственная инициатива, я это делаю. Называется этот формат программы. Программа идет 4 дня в неделю, ровно шло 5, теперь 4, по вечерам 23 часа, поэтому такое время подхода ко сну и что это такое? Это программы самопознания и программы изменения мира с помощью собственного воображения. Это программы, которые учат встречаться с собственным бессознательным и в этом смысле это программы абсолютно реабилитационные. некоторые в самом широком смысле этого слова, потому что вы знаете, что для того, чтобы помочь человеку, нужно, чтобы он нашел какую-то точку опоры внутри себя. Вот мы и помогаем ему искать такую точку опоры. Я вам привез, для меня это был подвиг, потому что больше у меня книжек нет, я вам хочу сказать, я вам привез книжку, которая называется «Воспитание Пиноккио», это книжка основанная на цикле программ по радио России. С одной стороны, это книжка для родителей, и видите, раз здесь есть продление или уроки самостоятельного мышления, то я предлагаю такую штуку в качестве профилактики, если вы соберетесь ее использовать, например, в регионах, я с вас денег не попрошу, и от того, что вы ее купите, я тоже, к сожалению, ни копейки не заработаю, потому что мне издатели малек платят, а дальше ее продают они, не я. Это чтобы вы поняли, что никакой материальной заинтересованности у меня в этом нет. Что это такое? Берем книжку, не приключения Буратино, интересно, объясню, в чем разница, приключения Пиноккио, и с помощью одной книжки учим родителей, как проводить профилактику зависимости, и учить самостоятельного мышления. Вот не вообще абстрактно, а с помощью одной книжки читаем, делаем упражнения, естественно, вот Юлию Евгеньевну я притащил, она эту книжку превратила в такую же реабилитационную программу для больных. Почему? Потому что очень устойчиво. какова цель Пиноккио? Кто помнит, в отличие от Буратино? Все знают, как Буратино. Не помните? Его цель стать настоящим человеком. А наша задача какая? Ну, в общем, сделать так, чтобы бывший наркоман или алкоголик стал настоящим человеком, да? Или научился об этом думать. Это готовая программа, которую надо только чуть-чуть изменить. Хотите, берите и пользуйтесь. Издательство мне выдало только 12 экземпляров этой книжки, поэтому кто хочет, заберете. Сейчас я скажу, да, она есть в продаже, в Доме книги она точно есть. В регионах ее спрашивают, но не знаю, заказали или нет, но запишите, кому интересно. Наше издательство 8495-410-15-99. Это самый дешевый способ заказать. Там у меня на сайте есть большой раздел ответа на вопросы. На вопросы мы, господа, как следует из вашего текста отвечать не умеем. Но вопросы все те же. О смысле жизни, о том, почему можно добиться с 30%, а их можно добиться. И это, если хотите, ответы психотерапевта, реабилитолога, для части философа и писателя на главные вопросы, которые пришли на сайт. Нужны они могут быть тем людям, которые конкретно занимаются беседами с нашими пациентами. Спасибо большое. Александр Геннадьевич, мне кажется, с книжками мы чуть попозже, поскольку у нас еще, наверное, минут 10 есть на обсуждении перед тем, как будет другое мероприятие. Мне кажется, что коллеги, как раз руководящие реабилитационными центрами, ведущие реабилитационную деятельность, наверняка имеют какие-то вопросы, на которые профессиональный нарколог, в хорошем понимании этого слова, может дать конкретный какой-то ответ, который поможет в нашей деятельности. И поскольку темой совещания мы ставили о механизмах взаимодействия, а сейчас мы как раз сейчас сталкиваемся, в том числе сегодня было, и Виктор Петрович говорил о том, что даже муниципальная антенантатическая комиссия это некое такое звено, позволяющее координировать деятельность многих ведомств, учреждений, в том числе и медицинских на общее дело реабилитации. И вот собственно обеспечение такого механизма взаимодействия это один из ключевых вопросов деятельности революционных центров. Задавайте пожалуйста вопросы, у нас есть еще определенное время, чтобы обсудить вопросы. Усказывания обязательно вопрос со своим опытом. ни у кого нет у меня такой вопрос. Сейчас акцент идет современной наркологии на исследовании генетических факторов. Вы, наверное, в последней конференции наркологической тоже не слышали какие-то предварительные результаты. Насколько вы к этому относитесь? Понятно, что какие-то генетические факторы есть, но сейчас вот такое приставление обнимания, что давайте исследовать эти факторы, давайте чтобы подростки, которые не имеют зависимости даже опыт опотребления, давайте вот что-то с ним прямо сделаем такой волшебный штабин генет поменял. Как у вас к этому относитесь? Ой, я боюсь, да, да, я боюсь, что я уже высказался об этом в видео, в нескольких, и есть это все на сайте. Сайт называется «Серебряные нити». Это название передачи. Сейчас я попробую сказать. Понимаете, в чем дело? На самом деле это для меня однозначная попытка вернуться к психиатрии и фашизму. Ну, чтобы упростить, примерно ведь то же самое можно сказать о генетике преступника. Да, вот давайте выявим генетику преступника и заранее человека посадим или будем лечить, чтобы он не был преступником. По психологическим мероприятиям будут проводить? Ну, смотрите, да, ведь я пытаюсь все время повторять, никто меня не слушает, потому что это дело сложно, вы тоже теряете внимание, засыпаете, я вас понимаю, у вас другие цели и задачи, и я не укоряю вас за это. Я хочу сказать, я все время повторяю, проблема в том, что бутылка водки, хвост селедки и шприц с героином за человеком по воздуху не летают и сами ему в рот или в вену не залетают. Это произвольная деятельность. Надо договориться с продавцом, пойти на стрелку, забрать товар. Все это происходит в абсолютно трезвом состоянии. Надо пойти в магазин, купить, налить и порезать. Нужно сделать запас водки, в ожидании, когда же уедет жена к тещу. Сейчас она уедет. И это все никак не может быть отнесено к психотической деятельности. А у человека есть генетика, и она может даже задавать какие-то склонности и тенденции. Но она ни в коем случае не может определять его произвольного поведения. Как только мы с вами пытаемся найти преступника до того, как он стал преступником, мы лишаем человека свободы и начинаем уродовать его судьбу. И это главная проблема, с которой в общем началась психиатрия Филиппа Пинеля в начале 19 века. Найти моральное уродство. С этого началось учение о психопатиях вообще. По счастью, раз за разом от этого отказывались, с этим воевали, становилось понятно и многократно доказано, например, что не существует типа личности, склонного к алкоголизму или к наркомании. Нельзя его выделить, этот тип. А мы сейчас начинаем искать биологические маркеры. Идея эта смертельно опасна по одной простой причине. Она не может иметь никакого отношения к медицине, она имеет отношение к нацизму по причине того, что как только будет выявлено люди, которые склонны к наркомании, у нас возникнет в стране каста, она уже почти возникла в виде наших с вами пациентов, на которой законы страны не распространяются. Это будет каста-изгоев, понимаете, очередные корабли сумасшедших. И единственное, кому это выгодно, это новые власти, не четвертой властью на самом деле станут не СМИ, а психиатры. Это они же будут оценивать ваших детей, ваших собственных, на тему, кто из них склонен к наркомании, кого надо ставить на учет, а кого нет. И вы, уважаемые родители, отдадите все, ну все, посты, должности, звания, деньги, чтобы этого не произошло. Раз нет? Поэтому все эти разговоры это на самом деле собственно, ну и вы же сами сказали и ответили сами себе, ведь коррегировать генетику можно только с помощью Евгеники. А Евгеника, она как бы давным-давно призвана лженаукой, правда? Попытка исправления рода человеческого. Дело в том, что есть проблема. Ну, конечно, у нас есть Евгений Алексеевич Брюн, который, видимо, представляет собой идеального человека. Ну, некий стандарт, на основе которого можно говорить о генетических отклонениях. Те, кто не похожи на психологию Евгения Алексеевича, те могут подозреваться в зависимости. Ну, я так думаю, по крайней мере. Вот, а иначе, вот понимаете, как? и я могу сказать еще одну вещь. Первое, конечно, у меня просто я до сих пор из шока выйти не могу, потому что очень мало кто это понимает. Но, во-первых, на последней конференции наркологов, вот этой вот главных наркологов страны, Евгений Алексеевич, когда говорил о реабилитации, почему-то говорил именно об этом, что основой реабилитации является выявление тех, кто склонен основу профилактики. Да, а склонность, знаете, что это такое? Это склонность к личностному или мозговому дефекту. Чтобы вы понимали, из-за нашей экологии у нас 90% детей рождаются с теми или иными мозговыми дефектами. В результате возникают куколки и кукловод профилактики. Он дергает за ниточки все, строится, все. Это ведь претензия, которая была действительно, ну, не буду фамилии вспоминать. Короче говоря, когда такого рода обследование фашистской Германии провел некий специалист, то его посадили, когда он провел 800 тысяч обследований, и в эти обследования стали попадать дети начальства. И тут они поняли, что не каждый сын начальства является, обладает типичной арийской конституцией. Обладает ли типичной арийской конституцией фюрер, вообще, это очень сложный был вопрос, как вы знаете. Поэтому, вот как бы, разговоры-то сегодня ведутся на этом уровне. Ну, конечно, это, вы себе представляете, обследование целой страны по методике, которая стоит порядка, по-моему, 72 тысячи, могу соврать, может, 58, не помню точно. Ну, в общем, очень крупную сумму. Слава Богу, эту методику не сделали официальной, то есть, государство отказалось за нее платить, сказало очень дорого. Но эта методика, исследования никакой не генетики, а биогенных аминов. Биогенные амины, вы все знаете, что это такое, дофамин, серотонин. Вот во всем мире продолжаются исследования, связанные с очень простыми вещами. Они исследуют, может ли являться количественные показатели дофамина и серотонина признаками депрессии и эмоциональных расстройств. А у нас в стране буквально за год доказали, что они могут являться признаками зависимости. И есть у меня подозрение, что ежели любого из вас... Вот я, знаете, как предложил, чтобы это было понятно. Ну, например, смотрите, как здорово все получается. Человек стоит в пробке автомобильной в Москве. Кто москвич, тот знает. Ну, стоит он в пробке. Сами понимаете, на третьем часу его охватывает ярость. Тут, например, он встречается с гаишником, говорит ему пару ласковых. Гаишник его на экспертизу. Совершенно точно пропорция дофаминных адаминов нарушена. Лечить. А лечить-то мы будем чем? У нас только вот эти антишизофренические препараты, нейролептики, с которыми вы все сталкивались. И вы знаете, что? Через три года в Москве не будет пробок. А что вы ржете? Это, между прочим, совершенно не смешно. Это, знаете как, вот только псевдонауку только пусти к власти. Вот когда нет ясных и однозначных доказательств, и когда этим можно спекулировать, из этого, знаете, как замечательно власти взятки рождаются. И что говорить про наркологию, когда сидит полный зал главных наркологов страны, правда, главных наркологов, Евгений Алексеевич рассказывает о том, что он будет выявлять не наркотики, а личностные и мозговые дефекты, и никто его не слушает, как вы меня. Ну, тут что-то рисует, друг с другом о чем-то говорит. И в этих условиях, когда, в общем, думать-то никто не хочет. Все возможно. И в том числе очистка Москвы от пробок с помощью очистки от водителей. Ну, например, понимаете, и, возможно, самые разные варианты. Что касается контактов, я хочу, чтобы вы понимали, что вы встретитесь с двумя... Первое. Вот, ну, все, что можно сделать, на мой взгляд. Первое. Ваши представители должны идти в отделение. Второе. И, тем не менее, приказ у наркологических больниц пускать представителей реабилитационных центров есть. Третье. Именно то, о чем я сегодня и талдычил, там и нужно говорить. Нужно говорить, ребята, вы страдаете не столько всякой там зависимостью, сколько психологическими проблемами. И надо, в конце концов, в жизни избавляться и от тех лекарств, и от этих. И от тех, которыми вас накормили врачи, и от тех, которые вы употребляли сами. Вот должен быть главный лозунг. И тогда, я думаю, за вами пойду. Потому что, ну, понимаете, что сегодня представляет собой... Ну, 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 слушайте, ну, правда реабилитация по Елене Игоревне Сокольчик. Ну, нет, модель Миннесотская, понятно. Там книжка у них переведенная. Ну, ладно. Но при этом у них же все больные получают нейролептик. И все. И никакой реабилитации. И сидят заперти, без выхода, без возможностей. Они запретили их трудоустраивать, запретили выпускать их на отдых, запретили выпускать практически на улицу совсем. Ну, и, в общем, какая реабилитация? Вот то, что есть ваше преимущество, ну, наше. Я все-таки тоже сейчас себя считаю психотерапевтом, не собираюсь себя исключать из чина реабилитолога. Это то, что парень одними лекарствами от других не вылечишься. До тех пор, пока ты не захочешь научиться в себе разбираться, ты так и будешь. То одно пить, то другое. То наркотик, то успокоительное. То успокоительное, то наркотик. Вот это ваш главный аргумент. Еще раз говорю. Они готовы признать себя людьми с психологическими проблемами. Не все. Ну, как? Вообще не бывает правил, распространяющихся на всех людей. Извините за внимание.